Сейчас прервёмся на прямую трансляцию из Сербии. Президент, уважаемый Владимир Владимирович, мое огромное удовольствие принимать вас здесь, в Сербии. Я хочу констатировать, что в течение нашего разговора тет-а-тет в российско-сербском формате мы рассмотрели практически все темы. Но важно для меня подчеркнуть ещё раз благодарность вам, господин президент Российской Федерации, за поддержку, которую вы оказываете Сербии, сербскому народу, за поддержку, которую вы оказываете, за сохранение территориальной целостности Республики Сербия. И поскольку по этому вопросу вы активно помогаете нам во всех формах, в различных организациях и учреждениях. С другой стороны, наша дружба показывает, как конкретные примеры экономического развития из года в год, она отражается через увеличение торгового обмена. И наше сотрудничество сегодня иное, более объёмное, всеобъемлющее, чем в предыдущие годы. Это сотрудничество отличает хорошее взаимопонимание во всех ключевых областях. И мне кажется, что то, что ранее было только на словах, мы перешли к делу, особенно в области энергетики, военного сотрудничества, инфраструктуры, транспорта, а также образования, культуры, спорта и всех других областей туризма, других сфер общественной жизни. Мы убеждены, что, уважаемый господин президент, мы можем и далее развивать наш торговый обмен и ещё много областей, в которых мы можем это сделать. И поэтому я благодарен российским представителям за то, что мы открыли некоторые новые вопросы главы по оцифровке новых технологий, использовании в мирных целях ядерной энергии. И здесь я особенно благодарен вашим многочисленным представителям, господина Борисова, безусловно, когда мы говорим об энергетике, господина Миллера, господина Ушакова, который всегда здесь с нами. И я также хочу похвалиться с нашей стороны министров правительства Сербии, начиная с премьера Анны Брнебич, до министра Ненада Поповича, Антича, Зорана Михайловича и многих других. Господина Стефановича Дачича, вы уже слышали, насколько они удовлетворены сотрудничеством в областях, за которые они отвечают. Также я хочу сказать российскому народу, что здесь, в Сербии, Россия всегда найдёт искренних, верных друзей. И я хочу воспользоваться случаем, чтобы пригласить россиян как можно большим числом посещать Сербию. Я думаю, что число туристов может быть ещё большим, и считаю, что мы можем вместе участвовать в организации предприятий в различных сферах общественной жизни. Это также ещё одна область, о которой мы можем говорить в последующий период. Ещё раз спасибо за Ваш визит, уважаемый господин президент. И это сегодня исключительные обстоятельства. Мне уже говорят, что у нас более 30 тысяч людей на центральных белгородских улицах, которые ждут Вас через два часа. И это означает, это показывает, как относятся наши граждане к Вам и наш народ. Ещё раз большое спасибо. Добро пожаловать в Сербию. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, благодарю Вас за приглашение. И, конечно, начать хотелось бы тоже с наших торгово-экономических связей. Мы подробно, очень подробно сейчас поговорили в узком составе, потом мы с глазу на глаз по поводу того, как развиваются наши отношения. В позапрошлом году 23% рост товарооборота, в предыдущем году рост тоже продолжился, достиг уже 2 миллиардов. Россия, наверное, один из самых крупных инвесторов, если не самый крупный инвестор в экономику Сербии. И действительно, наши отношения развиваются по очень многим направлениям. Вы сейчас практически все их перечислили. Это и торговля в прямом смысле этого слова. Это энергетика, это уже и высокие технологии. Что меня особенно радует, это транспорт, транспортная инфраструктура. Вы, собственно, сказали обо всём. Но не последнюю роль играют в наших отношениях и гуманитарные, и культурные связи, образовательные. Мы продолжаем взаимодействовать в военной области, в сфере безопасности. Работают правоохранительные органы совместно, генеральные прокуратуры, что тоже очень важно. Мы продолжаем готовить и сербские кадры. Когда я сказал о сотрудничестве в военной области, то, вы знаете, мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военные имущества в Сербии, в том числе и боевую технику, имею в виду. Но вы знаете, что я уже об этом говорил. То есть это такая полноценная взаимная работа, причём с двухсторонним движением. Я хочу вас и всех ваших коллег поблагодарить за такое отношение к развитию российско-сербских отношений и выразить надежду на то, что и в ходе сегодняшней нашей совместной работы будут созданы условия для дальнейших шагов в развитии двухстороннего сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам ещё раз.